Кубовый двигатель, интегрированный в новую стальную раму, развивает 85 лошадиных сил при 7500 оборотах в минуту. Пик крутящего момента приходится на 5750 оборотов в минуту и достигает 83 ньютон на метр. Благодаря невысокой снаряженной массе в 207 килограмм и новой шестиступенчатой коробке передач со сближенными передаточными числами, этот эндуро разгоняется до сотни за 4 секунды. Максималка же составляет больше 200 километров в час. Помимо тяговитого на низах двигателя, по корению тяжелого бездорожья располагают мощные подвески. Передняя перевернутая вилка с диаметром перья в 45 миллиметров и ходом в 230 миллиметров без труда справится с глубокими каналами и большими камнями. Алюминиевый маятник задней подвески опирается на моноамортизатор с прогрессивной характеристикой и длиной хода в 215 миллиметров. По классическим канонам на BMW F650GS установлены спецованные колеса с алюминиевым ободом диаметром 21 дюйм спереди и 17 сзади. Большое переднее колесо, обутое в покрышку размером 90 на 90 с развитыми грунтозацепами, придаст уверенности на вязком покрытии. А задняя покрышка размером 150 на 70 поможет уверенно передвигаться в тяжелых условиях. Привод заднего колеса осуществляется цепью. Тем не менее, при такой энерговооруженности этот мотоцикл подойдет и для любителей путешествий. Полностью переработанный рядный двухцилиндровый двигатель практически избавлен от вибраций, что немаловажно при монотонном движении по автомагистралям. Тормозная система оборудована двухканальной АБС. Два передних плавающих диска диаметром 300 миллиметров каждый, тормозной цилиндр с двумя поршнями и плавающей скобой. И задний 265-миллиметровый диск уверенно остановит мотоцикл с любых скоростей. Широкий перечень дополнительного оборудования также приглянется заядлым путешественникам. При необходимости на мотоцикл можно установить два боковых кофра, суммарный объем которых достигает 67 литров. Доступен также и верхний кофр объемом 35 литров, куда с легкостью поместится шлем интеграл. Также на мотоцикл можно устанавливать разные по высоте ветрозащитные щитки, дополнительные обтекатели, навигационную систему, дуги для защиты рук.